здравствуйте друзья я начинаю запись еще одного фильма который пока рабочее название у него громкая железо садовод железо против тимиреевской академии у нее все основания иметь такое название сейчас вы поймете поехали и так вот это вот мы моя особая папка и можно было бы назвать я назвал публикации из сми средств нашей информации на самом деле здесь у меня собраны самые популярные их советы которые я называю общим словом внимание звериная технология звериная направленная на болезни на муки на уничтожение деревьев а пока уничтожаются деревья умирают на их якобы лечение еще больше тратить если брать всю страну тысячи тонн ядохимикатов отравляя почву отравляя если не дай не дай вот заметьте не дай бог урожая отравляющего детей и ничем не виноватых людей этими самыми фруктами мы что смотрим сюда я сейчас долистаю вот здесь знаете какие вещи жуткие вот кто-то же их научил сделать примерно 50 примерно 50 ран видите я ничего не выдумал кстати надо проверить идет запись идет вот где-то 50 ран вот это вот есть учеба это популярный журнал который учит что надо резать осенью а главное сделать вот такой штамп это муки смертельные это болезни вот этого не может понять практически никто из современных нет не так понимает не понимает но никто с этим не борется а я буду бороться смотрим сюда вот откуда что идет наверно идет от высших авторитетов отсюда и на мое название смотрите я сейчас быстро листаю это все потом это все потом это все потом мне нужно найти сейчас как я не люблю это телеканал бобер с тоже звериными советами вот такими советами уничтожить всю кору до голой древесины это называется лечение вы сейчас не содрогнулись от ужаса еще раз и таких сотни 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 содрогнулись нет а ведь это же на всю страну ладно и как корни обрубать ну что ну как корень не нужен вот 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 19 веке первые появились публикации и до сих пор мне это корень то оказывается центральный то его не нужен вы поверите ну ладно что-то я чуть-чуть на крик перешел давайте спокойнее пожалуйста я немножко пролистаю это фактически нужно устраивать нюрбинский процесс над теми кто учит пусть хотя бы мысленно их надо сеть 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 хотя бы виртуально и этим сейчас займусь потому что это невозможно вот видите дерево не знает что у него лишние ветки будут уничтожить вы и все придумайте такое дерево это самое дерево не знает что они это неправильно сейчас я найду эту вот она итак темирязевская академия вот по этим схемам она они учились и сейчас чтобы показать до какого ужаса до какого стыда бы они дошли я вам покажу и конкретную работу это их сайт сайт темирязевской академии я понимаю одно где-то когда-то все было все или доброе вечное все это было потом не считая не считая не считая не считая и надо было заработать для того чтобы зарабатывать надо было убедить людей что первое дерево неправильное во вторых что только специалисты могут их сделать правильными вот и здесь будет прослеживаться одно чем больше мы будем резать ваше дерево тем больше будет ран и тем рано это как бы не главное главное что больше нам заплатить и сейчас мы разберем еще раз железо против темирязевской академии сразу несколько слов про нее несколько лет назад была попытка ее вообще закрыть жирная часть земля в границах москвы это было недопустимо вот и тут первое столкнулось с одной стороны авторитет темирязевская академия авторитет уже был дутый уже пользы от него было совсем мало из этого академии выходили специалисты получив пустой диплом который не умеет ничего я говорю серьезно потом не сталкивался с ними вот и рассказывал когда выпускница темирязевки делает книгу несколько лет рекламирует это огромные деньги на рекламу когда каждый день видишь ее рекламу включая компьютер вот и там начинается весенняя обрезка летняя обрезка осенние обрезка зимняя обрезка не имея представления что это самое назначив ветки лишними они даже не знают к чему приводит их отрезка отрезание по самое не хочу то есть по по это доскарет наветки и до штамма страшные зияющие раны зимою ни мозгов ничего нету и гордо не просто автор выпускник темирязевской академии специалист еще по ландшапному дизайн а по флористике это ж таким надо быть специалистом но подработать надо ведь что такое сделать книгу ее сделал ольга платонова абсолютный нуль в садоводстве минус садоводстве потому что все ее советы по уничтожению деревьев я про это рассказывал еще не раз расскажу и опять это целая книга и опять целая как я назвали еще энциклопедия назватель представляете сколько людей иском изувечившие сады вот и мое терпение лопнуло когда я вот из любопытства вот это вот открыл сейчас мы с вами будем все это смотреть 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 и смотреть где что хорошо где что неправильно итак проседательная обрезка садов это означает что будет делаться агрономами теме рязевской академии так внимание началась запись на вещание обрезку двадцать третьего года вы бедные сады звонить по телефону не буду диктовать телефон закажите обрезку сейчас вот успеете заказать получите скидку 10 процентов вот обрезка сада важнейший агротехнический прием без которого невозможно здоровый современный высокоурожайный плодовый сад я железо утверждаю все наоборот обрезка сада не важнейший а вынужденный агротехнический прием который должен проводиться в исключительных случаях вот о чем речь идет но свою реакцию я сейчас читать не буду смотрим дальше освещенность один из остальных факторов это самое страшное ребята я вынужден говорить долго упорно темирязев когда-то произнес эту страшную фразу которая вошла в аналог страшная фраза он не думал что кончится вот этим вот подлым и как бы назвать то какая-то агрессивным каким-то вакханалии вот что теперь появился заметьте не причина нет ягры железа а повод калечить деревья чтобы на этом заработать читаем дальше для большинства плодовых деревьев лучшие условия для фотосинс при уровне освещения 78 процентов никто никогда не обещает дерево сходит на восходе заходит на западе и она равномерная вот я показываю меня видно нет она вот так вот крутится солнце вокруг дерева еще раз дерево вокруг солнца или если наоборот вместе с планетой дерево поворачивается вокруг солнца и постепенно освещается то одна дача вторая и третья вот слушайте дальше то есть это еще не повод что нужно калечить дерево при недостатке света не закладываются цветковые почки это и есть и мерять это его фраза окончатки и плодушки быстро отмирают ну и что плодоношение переносится на молодые ветки что здесь такого почему надо обязательно их отрезать в результате в центре крови формируется неподрутивная зона это закон природы так же как у нас стареют но дерево стареть не начало еще надо извечить плодоношение перемещается на перри крови правильно сами написали на периферию крону ну и вот и пусть плодоносит периферия чтобы этого не происходило это должно происходить а здесь что сейчас на обоснование чтобы тратить с вас деньги чтобы этого не происходило плодовые деревья ежегодно обрезать и прореживать ветки и вызывать загущение еще теперь я же я не хотел параллельно легче читать запоминайте и вот это мой постулат потому что до меня по моему это еще никто не написал любая обрезка приводит к загущению не к осветению а к загущению к загущению тут же дерево выбрасывает новые ветки как правило вертикальные которые опять же это подвержены ненависти и их тоже требуется и вот получается начал резать и будешь резать всю жизнь как собака гоняться за своим хвостом и никогда собака хвост не догонит а вы никогда не вы только будете как же вот увечить 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 резать загущение резать загущение а это неправильное утверждение чтобы это можно было на вас заработать извините это на садовых невежественных людях я сто раз говорю ты можешь быть ювелиром работать под микроскопом ты можешь быть хирургом высшего уровня делать уникальные операции но придя в сад свой хирург высшего уровня знаменитый академик ты все равно начнешь колечить дерево потому что или еще просит тебе не когда ты скажешь у меня неправильно где-то я слышал и вызовешь вот этих вот аспирантов чтобы дерево после обрезки меньше страдало сейчас вот это еще страшнее чтобы дерево после обрезки меньше страдало все раны диаметром более сантиметров молодых деревьев и более двух сантиметров у взрослых должны быть замазаны то есть вот такие вот уже мазать не надо и меньше после обрезки сада желательно провести обработку препаратами конечно вы же сад искалечили он теперь начинает болезнь у сада который искалечен вами аспиранты который вами искалечен сразу начинается потеря иммунитета потеря иммунитета значит уже сам лист не может ответить на агрессию листогрызущих листососущих насекомых не может у него теперь нет этого самого-то специальных лейкоцитов я перевожу на медицину специальных антигенов которые должны отравить эти же ведь у меня сад не обрабатывается клянусь богом никогда вы понимаете что такое калечить дерево и представляете я бы каждый год калечил сейчас бы мне пришлось бы эту самую как это ужас что было бы в саду а зачем его калечить и вот получается следующее реклама продолжается обрезку сада проводят опытные дипломированные агрономы кандидаты сельхознаук представляете кандидат сельхознаук не знает все что я сейчас сказал или знает но у него надо заработать деньги вот тут в этот момент я беру и что делаю я беру и рассказываю анекдот этот анекдот был даже и целое кино снимали со звездами потому что он очень жизненный это когда к психбольнице подходит почти случайный человек может ему больницу надо было может это по каким-то делам может проведать кого-то подскакивает к нему человек который а у него этот самый на швабре на швабре сидит на швабре и садись подвезу все ясно думаете этот парень сбежал из палаты он сумасшедший и если я сейчас откажусь он меня может и убьет с перепугу садится сзади него садится на эту же так называемую эту нашу швабру держит его за плечи и теперь они вдвоем поскакали скок-скок-скок заскакивает приемную там сидит дежурная вот теперь тот спокойно говорит так за то что я воздавил 100 рублей вот и в руках швабру держит тому делаться некуда понял что его это самое что то тут не то но все таки боится все таки рядом стоит псих достает отдает 100 рублей псих убежал дальше других искать лохов а он обращается у вас сумасшедшего дома у вас это сбежал почему не следите за этим он же сумасшедший да нет он не сумасшедший это аспиранты подрабатывают так вот эти аспиранты вот они дипломированные агрономы кандидаты наук опыт работы больше 20 лет вот они такие же они там лохов и здесь лохов настоящих сейчас я вам это докажу индивидуальный подход спектр услуг обрезка обработка от болезни подкормка работает только профессиональным инструментом весь инструмент привозим с собой ура высокий уровень ответственности это какой уровень ответственности по уничтожению сада скидки на обрезки сада для постоянных клиентов пенсионеров бедные пенсионеры работаем ежедневно бесплатный выезд 30 километров указа бесплатно вот сами приедут а все равно отдадите кучу денег основной обрезку лучше делать когда находится состояние покоя вот здесь я и поблагодарю лучшее время перед началом высокодвижения до цветения вот тут а единственный случай когда я с ним согласен и так под московь середина мая до начала апрель марта до начала мая будут калечить ваши деревья но я подчеркиваю весенний обрезка самая самая она вредная но наименее вредная по сравнению с летней осенней и зимней вот а это еще не все дальше идут география где вы живете в средней полосе не следует обрезать деревья осенью посмотрите как они это объективно вот вы осенью захотите они не поедут к вами денег с вас не возьмут нет 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 зимой возможно подмерзание ран как красиво звучит осенью проводят лишь санитарную обрезку а вы знаете что такое санитарная обрезка все равно обрезка на кольцо пока сучок торчит пока сучок торчит это еще даже он сухой это еще пол беды но не дай ему целиком отрезать вот тут пойдет мороз в основную ветку или в штамп вот этого они по-моему никогда не знали и знать не хотят вот вот получается сухие сломанная больная но больная ветка она живая понимаете короче ничего не делайте очень это я вам говорю вот ну про кустарник пропускаем вот и получается следующее виды обрезки омолаживающие вот и я вам одно скажу омолаживающая обрезка чтобы не было выдвину а потом пойдет эти самые фотографии фотографии я вам скажу про омолаживающую обрезку следующее ребята когда кто-то скажет я возьму пять тысяч и сделаю оба дерева огромное омолаживающую обрезку пожалуйста делайте проще закажите обыкновенного лесоруба и скажите ему что вот нижний ярус три-четыре-пять веток следующий ярус три-четыре-пять веток и пожалуй и все а потом еще отрезаете всю верхнюю половину от этих веток толщиной с ногу толщиной с руку отрезаете три-четверти он вам за пять минут это сделает даже когда-то такой фильм даже видел сам создать не мог такой фильм но потому что я это не догадался вот пять минут вот и вы потом берете густую краску машину и раз замазали торцы через день два еще раз еще все и это будет вся обрезка вместо того чтобы тратить пять-десять тысяч потому что вам будут ветки резать 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 и деньги будут капать 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 поняли вот дальше идем о ну-ка ну-ка ой жалко не могу увеличить ну-ка нет я вам показал вот как они старались ой как они старались вот сколько было веток их было сотни стало десятки жаль плохо веток ну ладно сейчас давайте вопрос принципиально итак а молодшая резко формирующая вот поддержание высоких поражает ой не могу восстановительная обрезка черт ой как вам голову запудрят когда буду с вас это называть сумму вот давайте что-нибудь пропустим я бы каждой строчке бы придирался вот Потому что у них так получается Что они грамотные А остальные все неграмотные Вот Ой И это пропускаю Обрезку сада От компании Латшар Компания проводит профессиональный агроном Садовод и кандидат в сельхознавод Выпускники Тимирязовской академии Вот, видите что Вот, и вот еще раз Смотрите, я вернусь к этой самой Где мы были Вот мы были Внимание Итак, Тимирязовская академия доказывает Что у дерева Несчастного дерева Вы знаете, они когда это делали Они не догадались, что тут легко посчитать Нам продвинутым Один год, два, три, четыре, пять, шесть Ну где-то семь, восемь лет дерево Так И в это время у него наросло Девять видов лишних веток Их надо уничтожить Вот это страшно Возвращаемся там, где были Где эта обрезка Вот она И теперь самое главное Стоимость минимального заказа А я как мог объяснил, что это все Лесоруб может за пять минут отрезать десяток Вот таких веток И на этом И никогда не трогать ветки Которые растут Ниже То есть, допустим, ветка четыре метра Оставляете метр полтора Это называется Обрезка Омолаживающая И вот на этих оставшихся Метра полтора Ни одной веточки не трогайте Все Вот И все это выглядит Ну, пятиминутная работа Ну, обычно это пол-литра Ну, стоимость бензина В этой самой В этой самой Бензопиле А здесь Внимание Как задурив голову Что они делают Минимальный заказ Обрезка Двенадцать тысяч рублей Выезд А дальше А Дальше четыре километра В Анкаде Еще пятьдесят За каждый километр Ой, а если это Сто километров А это еще пять тысяч Неплохо Сто километров Сколько за сто километров Возьмет Таксист Ну Да Это уже будет Семнадцать тысяч Это минимум А потом еще накрутят Ну и наконец Начинается Приехали к вам в сад И начали Да, если дерево Пятилетнее Значит Пять Восемьсот Восемьсот Ну, давайте смотреть сразу Выше длина Двадцати Лет Три-пять тысяч То есть Если дерево Вот такое Вот Еще раз Если дерево Вот такое Это примерно Лет десять Ему лет десять Сколько тут получается Полторы Две с половиной тысячи Вы отдадите Вот На нем быстро Его оскубят Сделают массу Причем всегда Они признают обрезку Только на кольцо Самое страшное Что они не знают Что обрезка на кольцо Из всех Видов обрезок Самое страшное Смертельно опасное Вот Почему Потому что Бог создал деревья Совершенными А чтобы заработать Они Причем люди Казалось бы Еще и диплом покажут Вот что самое страшное Ну что Надо заканчивать этот разговор Вот Я вынужден был отдельно Показать Внимание Почему Я сейчас Я не раз Это показывал Здесь у меня Здесь у меня Здесь у меня Понедельник Это послезавтра Шестого марта У меня будет Вебинар Вот Очередной Вебинар Очередной Так Это А мне не хватает Там Времени Обычно Вебинар Это 3 часа Мне не хватает Времени Чтобы все это Вам Рассказать Показать Вот это Мои ученики Вот так выглядит Да Которых я Научил Не калечить деревья Понимаете Я Вам Голову на отсечение Даю Что все Кто занимается Профессиональной обрезкой И зарабатывает Десятки тысяч Ну Наверное Несколько тысяч С этих С пенсионеров Которых уже И так Нечем платить 5-10 тысяч У человека Среднего достатка Если Кто-то Богатый Сколько Скажет Сколько Заплачу И 20-30 тысяч Дерут 100% То среднего сада Да Но у них Самих Никогда Этого не было Нет И не будет Вот чем Делать Вот это Мой Будущий Вебинар Смотрите Если бы Не эта фотография Я показываю В 6-8 раз Эти Девушки Женщины Которые Значит Придумали Эту обрезку Конкретную На этого Они уже Нарастонут Почему Зная 100% Что 50-90 Сантиметров Должен быть Штамп Не понимая Разницы Между Сенцевым Деревом Которого Штамп Генетически Положен И привитым Которого Ни одного Сантиметра Штампа Генетика Не предусматривает Они У привитого Дерева Потребовали Чтобы женщина Которая Им пожаловалась Чтобы она Отрезала Пожаловалась Чтобы 7 лет Не плодоносит Бруша Потребовали Все 4 ветки Нижний отрезок Вы представляете Представьте Рану На том месте И они Выпускницы Темирязвики Они этим гордятся Зачем-то Они меня завели Вот Вот это Мой брат Который За 6 лет Вырастил Персики И Это я ему Высылал Просто Сенцы Да Вот Они Значит Умудрились Когда он Заступился За дерево Оскорбить его Потом меня Потом моего сына Это Уже Ненависть Зверина Не только Деревья Причем она была Какая-то Звериная То есть К Посмели И вот получилось Что посмели Да Вот И дали повод Используя Вот это Посмотрите Ведь Вас же выпускали Стемирязвики Ведь понимаете Как вас учили И вы теперь Ума Просто Невероятно Что вы теперь Не можете Не знаете Никак Что Мир совсем другой Что все Вот это Вот это Золотой телес Вот это Вот Победило Все Потому что Как Можно Если я Приеду В такой Сад Я Может быть 20-летнее Дерево 25-летнее Все-таки Взял бы Для скорости Взял бы Бензопилу Вот так Бы Жик-жик-жик-жик Отпилил Вот Вот И Это самое Замазал торцы Это 5 минут Еще раз говорю 5 минут Разве я стал бы Калечить деревья А почему Они написали Сейчас Покажу Их Вот это Как это Назвать Хитрость Подлость Чтобы дерево Меньше Страдало Вот Все раны 2 сантиметра Это означает Что Они стоят Возле дерева Тут К сожалению Плохо Показано Как Смотрите Вот оно Дерево До обрезки Вот после обрезки Ну Плохо Видно Ну Как же Сделать То еще Не получается У меня Это Чтобы Крупнее Было К сожалению Вот Но вы видите Что Здесь было сделано Несколько десятков ран И что тогда Если они будут Каждую замазывать Они замучаются И они тогда Придумали Особенно Вот такие деревья Видите По старшей дереве И они тогда Придумали А меньше 2 сантиметра Не надо Это замазывать И оправдали Сами себя Вы представляете На дереве Десятки А может быть Сотни Вот таких ран Я специально Взял монету Примерно 2 сантиметра Диаметра Специально Чтобы это И Бросает Потом Это все Вот Наверное Смерть Потому что Эти раны Никогда Я Запомните Раз Навсегда Есть еще Понятие Раны Заживает На всей планете Нет ни одной Зажившей раны Даже вот такой Вот Это кажется Что их затянуло А я потом Сотни деревьев Распилил Оказалось Что везде Мертвичина Везде 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 Я это доказываю Постоянно Еще раз говорю Так случилось Что Виноваты Вот те самые Босницы Темирязевки Какое они Глупость Сделали Вначале Они посоветовали Женщине Отрезать Это все Когда мой брат Заступился За За это За Это самое За то Что Он еще попросил Потом эту женщину Может вы еще не отрезали Если отрезали Покажите фотографию Но больше Она не отзывала А ведь это Миллион сто тысяч Это крупнейший Канал в России Миллион Чему научили Отрезать Четыре ветки Вот эти Обречь дерево На смерть На муки На болезни А потом Слово за слово Есть такое выражение Вначале Брата Брат Позвонил мне Или написал Наших бьют Его оскорбляли Прямо в смысле Потому что Как ему это Не знаю Что он закончил Такой же Сельхвуз Как они А то что у них Именно Темирязевка Это не значит Что у них Качество образования Выше Вот оно Качество образования Уничтожь себя Боковые ветки Надел эти Страшный хран Я прикинул 80% Кроны В костер 80% Кроны В костер Только одна Левая ветка Дает 40-45% От общего дерева Как у нас Говорят на Украине Сглузы Разъехал А потом Я еще Это Так как Дети Березвуки И это Темирязевка Я еще На вебинаре Спрошу Ольга Ты верующая Святой Петр Спросит тебя Ведь придет Пора Извини Все там будем Или кто-то Из его заместителей Откроет Благодаря вам Погибли Тысячи деревьев Тысячи деревьев Обречены На муки На короткую смерть Вот Отравленная почва Ну И тут еще Есть недостатки Даже на эту фотографию Вопиющая Видно Что Это самое Еще и дерна нет Вообще ужас Дерево голодает Станет Оно плодоносит Сказали об этом Вы же не знаете Этого Что же Получается А Ольга Как можно Бог Миллионы лет Создавал Вот То что Мы говорим Один день Это может быть Один миллиард лет Создавалось Создавалось Это все Выживало В самых страшных условиях Нет Взять И завязчить дерево А потом Благодаря тебе Я накинулся На вот это вот Да Сильным Большое влияние Мой фильм Не окажет Вот И там Подмосковье Если один из тысяч Узнает И откажется От услуг Вот этих Агрономов Темирской академии Да Вот Которым надо Заработать Так же Как тот Который Это На швабре Зарабатывал Притворяясь Сумасшедшим Вот И мы притворились Что деревья Это Неправильное Ну Один из тысяч Остальное 999 Так и будут Тратить деньги Только для того Чтобы Которые Как кормить Этих самых Я это называю Извините Самая дармоедская Работа Придумать деревьям Даже Полиниться Замазать Искалищие деревья Это что такое Извините Я на этом заканчиваю До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...